всем доброе время суток с вами канал ухо 54 и я владимир сегодня вторая и так сказать заключительная часть коечка домик делаю вот по этим вот размером ну конечно внес изменений вход я сделал по центру ну и там с крыши маленькая изменила крыша у меня съемная размеры все что мне написали то я и выполнил единственное крышу сделал по 45 то есть приподнялся с этого размера здесь 250 было у меня где-то 400 так получилось может быть побольше общая длина у меня получилось 210 ну сейчас пойдем и посмотрим вон там стоит наша коечка а кстати вот тут у меня еще меломан один заказал подставки для колонок сделано не из дуба вот такие вот мощные и тяжелые точил руками вот к ним подставки тоже сверху и снизу на 45 толщиной все будут сниматься здесь типа пирамидки и устанавливаться кругляк вот и такими вещами мы занимаемся иногда вот она собственно это кроватка вот так она выглядит даже видите слуховое окно есть вот такие вот он типа фонариков были поставлены тоже вытащил с обоих сторон там тоже слуховое окно но здесь такие перемычки наверное тюль будет свисать ну типа крыши что-то будет до крыша съемная то есть если посмотреть вот виде раз и там ушка на 20 вот шканты стоят и связывать эти столбы то есть ли крышу надо снять без проблем крыша снимается сначала были сделаны такие вот планки потом шканты потом установлены стропила но и слуховое окно если надо а потом с них вот эти вот рейки рейки надо сделать обязательно переклеенные чтобы их не гнула вот здесь еще дополнительный фриз такой и сюда так устроена сама кроватка вот это юный вход то есть выточены были два шарика на входе поставлено так а на самом поручни закругленные углы здесь раздвоен шип то есть вот это боковушка склеена полностью вот эти две боковушки а длинные скручиваются вот так у нас саморезы но саморезы чтобы крутить нужно освободить подшип то есть у меня здесь шип раздвоен и в тело входит саморез и буду держать а здесь убрана середина и там тело то есть саморез ходит в тело не через шип таким образом все будет держаться крепко а вот эти боковушки склеены и полностью я хотел сначала сделать шпильку и внутреннюю но если здесь прорезать не знаю матрас перекрыл бы или нет поэтому не стал я так делать в принципе так все нормально но она взрослой койках тому вниз вниз обвязка уходит я просто здесь вкручу шпильку прорезаю фрезером что можно было работать ключом и все стягивается вот самый простой такой вот метод здесь на дно просто прикручены два бруска вот так по бокам и поклеены проставки для фанерных ламели тоже самая простая сборка дна вот то есть если нога завалится ребенка вот сюда вот то то вот сюда она не попадет для этого здесь пошире поставлены бруски и через проставку оставлены всех фанерные ламельки эти вот так это хозяйство все выглядит здесь сделано специально метр семьдесят то есть что взрослые подходили и головой не бились и нагибались но может так тюль еще вот так вот свистеть вот такая вот кроватка а на этом все всем удачи до встречи